Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу с вами поговорить, какие же есть виды переезда сейчас, на данный момент, во время карантина. Также о каких ослаблениях на этой неделе нам сообщили. В общем, все самые горячие новости по поводу Польши для иностранцев. Поэтому, если тебе это интересно, то продолжай смотреть дальше. Давайте я вам напомню, какие же вообще есть сейчас возможности при переезде. Как вы знаете, что во время эпидемии нельзя путешествовать по туристическим целям. То есть, по биометрическому паспорту просто приехать в Польшу и потом искать уже работу, то, к сожалению, так нельзя. Что касается страны Украины сначала, то у вас есть несколько вариантов, как приехать в Польшу. Если же мы говорим о взрослом человеке, то здесь все просто. Биометрический паспорт плюс разрешение на работу равно выезд и приезд в Польшу. Есть еще один вариант. Вы берете разрешение на работу у работодателя, без разницы освещения, либо зазволения, тип А, либо же тип С. Делаете на основании этого разрешения на работу визу, проплачиваете страховку на весь период вашей визы и въезжаете на территорию Польши. Что касается детей, то тут тоже будет два варианта. Вам самый главный документ, точнее для ваших детей самый главный документ, это приглашение с учебного заведения. И здесь вы можете въехать как по визе, так и по биометрическому паспорту. Многие сейчас мне скажут, что Оль, но ведь в страже граничной написано то, что опекун и ученик, въезжающий на территорию Польши, не нужно ему сидеть тогда карантин. По факту да, но на практике, если честно, я вам скажу, что нет, потому что если же вы даже студент университета, либо же там полицейской школы, либо же ребенок ваш учится в школе, который там 6-й, либо там 8-й класс, то, к сожалению, таких детей могут посадить на карантин, и родители тоже. Потому что, как вы знаете, что сейчас открыты только 1-3 классов, и поэтому дети старше уже этого возраста, да, то есть старше 3-х классов, они обучаются дистанционно. Поэтому, кстати, граничная, к сожалению, аргументирует это тем фактом, что в связи с тем, что они учатся дистанционно, то вы можете, в принципе, учиться и в своей стране дистанционно, по польской программе, да, грубо говоря. Но, чтобы вам въехать, поэтому для детей нужно иметь приглашение с учебы. Кстати, по поводу взрослого человека, да, взрослого, то тут тоже, если вы не едете по рабочим разрешениям на работу, либо же там по сезонным, да, то тогда вы можете приехать просто по учебной визе, либо же взять приглашение в специальной школу и приехать по биометрии. Но помните о карантине, к сожалению, он может даже быть. Как же приехать в Польшу и не сидеть в карантине, то мы с вами поговорим немножко позже. Что касается всех остальных граждан, у кого нет биометрического паспорта и кто не может приехать по биометрии на территории Польши, да, там Россия, Беларусь, например, Грузия, Армения, то иностранцы этих стран могут взять только разрешение на работу от работодателя в Польше, точнее, чтобы он ему прислал Мейлова. Вы потом подаетесь в визовый центр, делаете себе рабочую визу и приезжаете на территорию Польши. Либо же берете там с учебного заведения приглашение на учебу, делаете себе визу и въезжаете. Что касается детей, то все то же самое. Если же у вас, например, в Армении у некоторых есть биометрические паспорта, да, в Молдове, например, тоже есть у некоторых биометрические паспорта, то тут, понятно, логично все, как из Украины. Если у вас есть биометрический паспорт, то не обязательно делают визу. Но обязательно нужно иметь разрешение на работу, либо же приглашение на учебу, страховку нужно иметь. И если вы одинокий родитель в плане том, что вы едете самостоятельно с детьми, то вам обязательно нужно еще разрешение на вывоз детей с вашей страны в Польшу. И такой документ вы показываете только на территории вашей страны, точнее на границе со стороны вашей страны. То есть для Польши это вообще никак не нужно, поэтому для Польши переводить на польский язык разрешение на вывоз ребенка не нужно. Также многие спрашивают, Оль, ну а вот смотри, разрешение на работу нам присылают мейлом, либо же приглашение в сад на мейлом. Неужели такие документы котируются для переезда в Польшу на границе? Да, ребята, сейчас разрешение на работу, я вам уже рассказывала, в инстаграме могут быть онлайн, то есть могут быть без мокрой печати ужин, да, но с электронной подписью. Поэтому если у вас такой именно документ, то есть цифровое освещение, например, то без проблем вы можете распечатать его и подать в визовый центр, либо же при приезде по биометрическому паспорту показать на границе. Что касается приглашения садика со школы, там, либо с ясель, то точно так же. Тут нужно иметь с печатью на документе, но оно у вас может быть тоже не в оригинале, в плане в том, что вы можете просто скан этот распечатать и подать его в визовый центр, либо же на границе при въезде в Польшу. Как вы знаете, что с 23 января вступил новый закон по поводу карантина. То есть, если же вы сделаете тест за 48 часов до момента въезда на территорию Польши, то вы сможете въехать без карантина, то есть вам обсервацию карантин проходить на территории Польши не нужно будет. Это касается как и взрослых, так и детей. С какого же момента считается этот тест? Тест считается с того момента, когда будет выдан результат. То есть, если, например, на бумажке только одна будет дата стоять, то именно от этой даты будет считаться 48 часов. Если же на справке, на документе о том, что у вас негативный тест, это будет стоять 2 даты. Например, дата приема, то есть, когда вы сами сдали, и дата результата, когда вам уже выставили, что у вас негативный тест. Так вот, с момента выставления такого документа, то есть с момента, когда у вас негативный тест, у вас есть 48 часов для того, чтобы въехать на территорию Польши и не сидеть на карантине. Самое главное, что вам нужно знать по поводу этой справки, что она должна быть у вас либо же на английском языке, либо на польском. В других иностранных языках она приниматься не будет на границе. Если же вы не хотите делать тест на ковид, то все остальное тогда остается по-прежнему, вы на страже граничной можете найти тех, кто люди освобождаются от карантина. Как я вам сказала, исключением только студенты и ученики, в принципе, они вписаны в Роспожензене, да, то есть они на страже граничной есть в списках. Но если у вас дети, например, первых-вторых классов, то тогда да, они не будут у вас сидеть на карантине, и вы как сопроводительное лицо, даже с разрешением на работу, не будете сидеть на карантине. Но если же у вас дети старше уже третьих классов, то, к сожалению, вы должны будете либо же пройти тест в своей стране и с этой справкой ехать уже в Польшу, либо же еще в некоторых аэропортах уже также можно пройти сейчас тест, например, в Гданске, во Врослове уже такая функция есть. И также еще появились в некоторых городах, но я не уверена, в каких именно. Когда запишу для вас это видео, то в инфобоксе оставлю еще города в Польше, в которых в аэропортах можно сделать тест на ковид и тогда узнать, положительный он у вас или негативный. Если же он у вас будет негативный, то, понятное дело, вы свободный человек и живете уже дальше свободной жизнью на территории Польши. Если же он у вас будет положительным, то, к сожалению, вы должны будете сидеть на обсервации 10 дней. Как вы знаете, с начала февраля открыты торговые центры, также дети пошли в школы, да, для многих это очень большая радость. Но на этой неделе была также конференция и уже с 12 числа послабления будут для отелей. Это самая хорошая новость для многих людей, потому что многие сейчас могут выйти на работу, потому что разрешено будет только 50% занятых номеров в отеле. Также рестораны при отелях будут закрыты, но гость всегда сможет заказать себе еду в номер. Такое обслуживание будет разрешено. И это уже будет с 12 февраля. Также будут открыты бассейны, но без аквапарков. Кинотеатры, театры, оперы, концертные залы вновь также начнут свою работу с 12 февраля в санитарном режиме. Единственное, что будет запрещено, выносить с собой еду. Ну и, конечно же, в таких залах, к сожалению, мы будем сидеть в маске. С 12 февраля будут открыты горнолыжные склоны. Но, как ни странно, выпить ту же чашечку кофе, либо чая горячего, чтобы согреться, вы, к сожалению, не сможете в теплом заведении, а на вынос, да, сможете. Также все уличные площадки будут точно так же открыты. То есть теннисные корты для соревнований на улице тоже это все будет разрешено, но без болельщиков. И, к сожалению, тренажерные залы саются по-прежнему закрыты. Рестораны также закрыты, по-прежнему остаются все. Это будет до 26 февраля. Единственное, что разрешено в ресторанах, это осуществлять еду на вынос, либо же на доставку. Вот такие вот будут ограничения действовать у нас в Польше с 12 февраля по 26 февраля. Что касается детей старших классов, когда же они выйдут в школу? Уже с 8 февраля начнут делать вторые тесты на ковид учителя. Если зараженность учителей будет минимальная, то, скорее всего, в марте месяце дети начнут ходить других классов также в школу. То есть закончится это дистанционное обучение. Что будет дальше и вообще как дальше будет развиваться ситуация на территории Польши? Мы узнаем с вами уже совсем скоро, через буквально две недели. Но если вы хотите знать намного быстрее, нежели я запишу для вас видео на YouTube, то обязательно подпишитесь на мой Instagram канал, потому что там я вам сообщаю новости быстрее, нежели они появятся на сайтах самого парламента. Поэтому находите меня в социальных сетях, подписывайтесь и будьте всегда на чеку. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока.